Ламборгини Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 здравствуйте сколько уже раз я у вас покупал что-то вот и опять вновь я покупаю lamborghini diablo за три владельца я буду четвертым за 28 миллионов нет чтобы купить восемьсот двенадцатую я бля еще 700 тысяч налог пиздец я собиратель как бы не ликвида благодарю вот так получается блять было 74 стало 25 для дома так-то неплохой привет еще раз значит протать игроку 10 лямов вот альвареса остальные яйца как бы вы представляли вы дали силу рандомному которого ты первый раз и что может у меня видел не знаем в ютубе дом за 20 лямов ну по госу сейчас он стоит намного дороже щел просто смотался это угар конечно фиручи lamborghini это человек который родился в правильное время и в правильном месте после того как закончилась вторая мировая война он пришел к себе домой где его отец занимался фермерством и увидел что нету никакой конкуренции на рынке тракторов и он решил создать свой трактор который бы был дешевле аналогов в обслуживании в цене и вообще мощнее и так со своим другом он впервые создал свой первый трактор который конечно же назвал в честь своей фамилии так как он очень сильно хотел оставить свое имя и фамилию в истории а перед тем как мы продолжим историю давайте переставим номерной знак на lamborghini ведь на простом номере и ездить не хочу lamborghini diablo вас 2101 все-таки думаю единички стоят этого автомобиля переносим на lamborghini diablo не ну теперь смотрится прям прям по дорогому в то время тракторы lamborghini пользовались очень большой популярностью и конечно он уже был успешен в этой сфере и каждый успешный человек в то время хотел себе прикупить ferrari lamborghini был не исключением его в автопарке было около 10 ferrari но у всех его ferrari был один изъян и с этим изъяном он поехал обратиться к энзо ferrari создателю ferrari он приехал к энзо ferrari и предложил ему сотрудничество lamborghini и ferrari чтобы доработать его сцепление а как он решил свою проблему со сцеплением на его ferrari он просто поставил сцепление своего трактора ну как сказал энзо ferrucci занимайтесь своими тракторами и это очень сильно дарила по самооценке lamborghini ведь он был достаточно харизматичный человек и он решил создать свой первый автомобиль lamborghini и буквально за 6 месяцев до ежегодной выставки в женеве в 1964 году он представил миру свою первую тачку это lamborghini 350 gt и пока мы говорили мы приехали в смотр рейдж кассом где будем немножечко усовершенствовать наш автомобиль конечно пол сервера ездит на белом автомобиле но как по мне lamborghini diablo должна быть только в желтом цвете ведь это ее фирмовый цвет поэтому красим нашу ламборгини именно в такой цвет тратим 132 тысячи рублей по тюну если честно я даже не проверял вы видели я надеюсь она фатешная насчет дисков я не обещаю конечно же lamborghini смотрится лучше на стоковых дисках у меня есть урус который тоже желтый который тоже на стоковых дисках но смогу ли я что-то найти взамен и то что подойдет именно под этот автомобиль не обещаю и конечно колхозную ферню по типу восса навсегда можно налепить на это делать не буду идеально например вот эти тоже хорошо смотрятся давайте чисто примерим ну прикольно да может мне когда-то надоест ездить на стоковых но мне кажется тачка теряет какую-то аутентичность поэтому будем ездить на стоках потом уж поставлю не ну теперь она смотрится прям хорошо только вот эти выезжающие фары это единственная проблема которая здесь хотя нет не единственная здесь есть куча проблем но перед этим поехали на чиповку и заодно заедем на заправку померяем разгон потому что чип здесь и дикий я бы хотел его если честно поменять ну что ребята мы приехали на 6 щип давайте зальем сюда мне кажется от сотого бензина здесь клапана прогорят поэтому 98 заливаем чиповочка вот такая вот здесь стоит может потом как-то поменяю на сейчас пусть будет и поехали замере может поставлю даже вот макларена а пока мы едем к трассе давайте добавим немножечко информативности в данный видеоролик значит lamborghini diablo sv она салона стоит 28 миллионов едет 340 километров в час продажа в гос 21 миллион пока что их так не будут продавать но спустя пару месяцев я думаю она станет не ликвидом и и будут так продавать стоимость фото на нее 6 миллионов 195 тысяч и мест багажнике всего лишь два давайте откроем телефон зайдем в драки и разгонимся секс 100 200 300 мне кажется нормальные показатели потому что валит она очень дико и мне кажется что предыдущий владелец бы на лоховском каком-то чипе не ездил когда разгоняется она уверенно стоит на дороге хотел сказать я только что вот резко дал вправо вот я не заносит мне кажется из-за того что у нас на смотри сейчас присутствует снег а он изменяет физику автомобиля поэтому все тачки не идут так как должны были итак друзья а мы пока подъехали к утилю нет lamborghini я не хочу пока что сдавать вот давайте сдадим нашу жигу только перед этим надо в инвентаре все перетащить обратно я сдал жигули получил 112 тысяч 500 не записал конечно же как всегда я умею и мне еще транспорт сохраняется поэтому что перезаход давайте поговорим о том что же меня и не только меня бесит в данном автомобиле первое это то что это lamborghini diablo sv но она не полностью св если вы не знали diablo выпускалась в куча разных версиях было идите и gtr и св и просто diablo и там еще куча куча много вот но diablo сва отличается тем что она мощнее у нее есть аэродинамический овец то есть бампер спойлер юбка но передний задний бампер соответственно но если мы подойдем к крышке багажника что-то мы спойлер не наблюдаем да именно так смотра рейдж решили добавить diablo на сервер без спойлера который св но без спойлера самый прикол в том что вряд ли на смотри есть чел который отвечает за модельки делает их с нуля мне кажется как и все сервера они просто и скачиваются одного сайта и оптимизируют под свой проект так вот о чем я на одном сайте я нашел модельку lamborghini diablo у которой есть много тюнинга то есть вы с обычный diablo можете переделать в diablo sv в diablo gtr и там есть спойлер и почему смотря не выбрала именно тот автомобиль я даже не знаю я конечно оставил в предложку может и не заменят а может и нет если честно пацаны самое бесящее что есть в этом автомобиле это слепые фары почему потому что этот автомобиль заменен на автомобиле с gta 5 gta 5 добавили diablo вот там и каунтач есть надеюсь скоро каунтач еще раз повторюсь добавить потому что он мне нравится что-то даже побольше вот но если мы закроем фары и выйдем они открываются сами при том всем что мы их блять закрыли это первый момент второй момент том что если мы будем ездить ночью фары будут автоматически подниматься и ты их никак не уберешь эта проблема у меня еще была на слепой бомба и 31 которую брали в этом обновлении но один плюс это то что при покупке лаборгини diablo вы можете говорить что у вас есть ламба двери и ламба петли вы посмотрите какой же это понтовый автомобиль можно сказать у меня винтадор на минималках только винтадор сколько там ей 375 у меня только 340 но на данный момент это самый быстрый автомобиль в моем автопарке после популярности первой модели lamborghini 350 gt ferrucci хотел доказать не только ferrari а всему миру что его машины это самые лучшие автомобили на свете после нее вышла первая lamborghini miura конечно были еще рестайлинги 400 gt и так далее но следующее поколение lamborghini это было lamborghini miura которая признана самым красивым автомобилем когда либо созданным человеком это уже про что-то говорит но 70-х годах у италии произошел большой кризис и он заставил ferrucci продать половину своей компании и тем самым хотя бы остается при каких-то деньгах и получается что в 1978 году за смешных 25 миллионов долларов компания chrysler выкупает компанию lamborghini и первым автомобилем который выпускался массово серийно и стал очень популярный под крылом chrysler это был lamborghini diablo и это последний lamborghini который увидел ferrucci на свои глаза но если честно lamborghini diablo не была такой успешной как ее предшественники за счет чего компания chrysler решила продать компанию lamborghini и 1998 году если не ошибаюсь компания lamborghini выкупает концерн ваг volkswagen audi group которая держит lamborghini по всей день и не зря мы приехали на виноградные поля так как после кризиса lamborghini решил продать все свои как я говорил ранее акции lamborghini именно автомобильных насчет тракторов если честно не помню вроде у него осталось либо он отдал своим детям и он покупает себя огромный особняк я не помню гектаров 600 было виноградных полей и он решил заниматься до конца своих дней вином именно сюда мы приехали в конце данного ролика в принципе откуда и начинали знаешь давайте подведем итог ferrucci lamborghini это обычный военный механик который смог создать свою тракторную компанию после чего найти людей объединиться и сделать свой бренд lamborghini который не только стал известным по сей день а те кто владеют автомобилями lamborghini можно сказать показывает свой статус что они чего-то добились жизни у меня в принципе пацаны там все вот такой видос получился я надеюсь вам это понравилось ведь это первый видос в котором я решил совместить историю марки историю создателя данной марки с покупкой и тюнингом как-то разнообразить данный контент поэтому я очень сильно надеюсь на ваш лайк помогите продвинуть этот ролик топ напишите любой комментарий мне будет очень приятно пишите стоит ли экспериментировать так в следующих роликах о каком автомобиле вы хотите следующий ролик все читаю все смотрю все лайкаю но с тобой был иван всем желаю хорошего дня всем удачи пацаны добивайтесь своей мечты и всем пока